здравствуйте с вами вновь александр и в ассортименте магазина мир автокресел появился новый бренд daichi это южнокорейская компания и я так немножечко изучил этот бренд вы знаете он действительно стоит внимания я так с опаской немножко вообще смотрю на не европейские бренды правда японские есть хорошие вот и поэтому с предвзятым отношением так слегка смотрел на этот бренд пока его я не увидел живу и более детально не изучил это действительно классный бренд это даже можно сказать премиальный продукт модель вообще называется дегуар todler это кресло категории 1 2 3 оно достаточно интересное поэтому я сегодня вам о нем расскажу что он у себя представляет как им пользоваться и мои ощущения как обычно в конце вот кстати здесь вот ну инструкция понятно комплекте еще есть два ключа благодаря которым можно будет снять спинку превратить его в бусту вот так смотрите категория 1 2 3 она включает себя три категории 9 килограмм это стартовая у нас категория 9 месяцев 9 килограмм до 12 лет это 36 килограмм вот поэтому она и является универсальным собственно перейдем к изучению сначала покажу вам как здесь уместить ребенка как его пристегнуть потом покажу как она крепится вот собственно крепится ребенок пока маленький девятимесячный все стандартно пятиточечными ремнями мягкие накладки естественно на обратной стороне не скользящий материал это в достойных креслах это норма это для того чтобы при дтп ребенок не скользил а лучше фиксировался ну и соответственно уже пятиточечные ремни и это тоже норма вот по длине они естественно регулируются это все понятно и стандартно сейчас секундочку вот для запас ремня здесь пятиточечного до 100 сантиметров как только ребенок у нас вырастает но отсюда ремни демонтируем и крепим ребенка уже взрослым ремнем взрослый ремень у нас естественно проходит через подголовник вот у нас ребенок вырос ремнем отсюда демонтировали это все происходит тоже очень простым способом здесь под крышкой и и открываем и собственно скидываем ремни это 3 секунды я это не покажу чтобы ролик не был двадцатиминутным вот соответственно ребенок вырос тут можно естественно убрать вот эти вот мягкие вкладыши они принципе для маленького ребенка в большей степени для подросшего не обязательно потому что здесь вот такой упор для спинки ребенка есть он уже соответственно ребенку подросшему не нужен и регулируется подголовник кстати замечу регулируется он вместе с ремнями пятиточечными пока вот первой категории это очень удобно и нужно ничего отдельно перекидывать переставлять из плюшечек кстати вот подстаканник он и справа и с левой стороны может устанавливаться он достаточно глубокий поэтому но лично у меня у дочка постоянно у него бутылочка рядом она вот бутылкой это ее все навсегда с ней у нас это вообще актуальная тема в нашем кресле поэтому я думаю что лишним никогда не будет кстати материалы здесь используется действительно премиум класса они гипоаллергенные у них в этих тканей этого материала есть эффект который быстро впитывает влагу и быстро же высыхает для подлива ребенка в летнее время года это прям вот вообще огонь и летний чехол особо будет и не нужен единственное нужно будет простирнуть естественно раз пару месяцев хотя бы по мере загрязнения и собственно все часть стирать кстати нужно при щадящей стирке не больше 30 градусов чтобы это все не села так давайте теперь быстренько быстренько покажу как крепится ребенок взрослым ремнем все стандартно как будто вот вы себя крепите в автомобиле вот вот раз раз в подголовники направляющий это во всех креслах так протянули вот вам видно отсюда протянули собственно и пользуемся не надо вытащили кстати это кресло соответствует европейскому сертификата вот 4404 вот поэтому требование безопасности она подходит вот так дальше кстати еще по поводу безопасности здесь установленная фирменная система сейчас забыл название здесь где-нибудь всплывет фирменная система защиты при боковом дтп она установлена здесь по бокам это не только в плане безопасности здорово но и во время движения это гасит вибрацию принципе и весь каркас здесь сделан из материала который гасит вибрацию и это дает нам дополнительный комфорт для ребенка так давайте теперь пробежимся как его устанавливать здесь у вас есть вариант установить и на изофикс и на якорный ремень принципе можно и плюс продублировать ремнем безопасности но сейчас я вам покажу как это делается ремнем безопасности соответственно вытаскиваем ремешочек здесь вот у нас по бокам вот в этой части есть отверстие соответственно здесь такое же отверстие мы просто просовываем туда и мешочек который мы заранее вот так вытащили просовываем просовываем с той стороны достаем вот таким образом потом защелкиваем верхнюю часть ремня нужно обязательно сюда за подлокотник протянуть производитель заявляет что это нужно делать так обязательно вот соответственно с обратной стороны мы это все натягиваем и напускаем запускаем в направляющей натяжитель скажем так все берем все это дело натягиваем вот собственно кресло у нас стоит так мы делаем в автомобиле где нет изофикса даже если есть изофикс пристегнут за фикс и можете также ремнем продублировать чтобы было по безопаснее кстати с обратной стороны точно же также ремешком пропускаем так дальше вот нам не нужен ремень крепим на изофикс давайте я продемонстрирую вам как это делается на изофикс если у вас в автомобиле есть изофикс соответственно у вас есть и куда прикрепить якорный ремень поэтому здесь вот есть система якорного ремня ремень якорный регулируется у нас соответственно вот регулируется у нас хоть там я не знаю на 3 метра от кресла автомобили разные в седанах это за подголовником в других других типах кузова это где-то на спинке заднего сиденья есть якорные крепления для ремня поэтому здесь просто вам видно не будет вашем автомобиле нужно обязательно защелкнуть и натянуть дальше самый за фикс здесь он вот так вот регулируется по одному можно вытащить он жесткий полноценный единственное из минусов отмечу что в этом изофиксе мне не нравится автомобили все-таки разные бывает что изофикс чуть под углом расположен и установить это кресло бывает немножко неудобно муторно поэтому тут как бы вот такая себе тема вот но в большинстве автомобиля изофикс нормальный поэтому можно будет поставить без проблем вот мы защелкнули якорь установили так обязательно нужно кресло придавить кстати что касается наклона спинки вам не показал здесь спереди есть такая регулировочка видите соответственно мы крутим там червячный механизм спокойненько все это дело регулирует посмотрите поэтому наклонить для сна ребенка мы можем без проблем вот собственно вот это мы крепим на изофикс не забываем про якорь установили на изофикс можно продублировать ремнем как я показал тоже будет не лишним собственно все что хотел рассказать по креслу я вам рассказал кресло мне действительно понравилось неплохое кресло мне понравилось вот мы мерили сюда детей действительно классная очень удобная посадка всем нравится ткань она действительно очень приятная она мягкая ткань подголовник тоже достаточно мягкий вообще все анатомически от правильно сделано вот посадка на такого как трон ребенок действительно очень удобно сидит вот поэтому как вариант действительно рекомендую обратить на нее внимание моделька такая достойная мне кажется получилось вот поэтому ну собственно выбирать как обычно вам мои рекомендации взгляните обязательно вот собственно и все хочу в конце поблагодарить мир автокресел за предоставленный обзор кресла да и чем вот вам если было интересно полезно ставьте лайки подписывайтесь на канал это мне помогает делать для вас все больше обзоров но собственно хочу пожелать вам всего доброго до свидания